Наши олимпийцы. Так с гордостью и особым трепетом сегодня может говорить каждый мазырянин. Ведь спортсмены и тренеры в олимпийской форме, которые сегодня заняли места в президиуме Большого зала Мозорского райисполкома, действительно наши. Свои первые грибки в байдарках и на каное призёры и участники 22-х летних олимпийских игр делали на водах Припяти. А во время главного спортивного мирового форума за них болели тысячи жителей нашего города от мала до велика. Мы смотрели с родителями, как не плавали на лодках и выиграли олимпийскую медаль. На родину чемпионы вернулись в понедельник. И в национальном аэропорту, и на въезде в Мозорь букеты, объятия родных и друзей многочисленные поздравительные речи. Обсуждать итоги Олимпиады в Токио будут ещё долго, но для самих спортсменов самое трудное позади. Сейчас есть возможность впервые за долгое время расслабиться, выдохнуть и побыть с семьёй. Сынуля, конечно же, смотрели все заезды, переживал, тоже там кричал. Есть домашнее видео, где он там смотрит и подгоняет вперёд. Поэтому, конечно, это самая большая радость и самое трогательное, искреннее, настоящее чувство и переживание. Это очень приятно, и это в душе становится действительно мягко, хорошо, тепло, потому что родные, близкие, даже просто незнакомые люди поздравляют. Ты ощущаешь себя радостно и понимаешь, что ты сделал не только для себя, но и для нашей страны большой шаг. И это очень приятно. Слева направо Илья Федоренко, Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко, Мария Литвинчук. С другой стороны, в тени тренерского состава скромно прячется каноистка Елена Ноздрёва. Для неё это была первая Олимпиада в спортивной карьере. И пусть до финала догрести не удалось, мы верим, в 2024-м в Париже всё сложится. Первые Олимпийские игры – это всегда какие-то положительные эмоции больше. То есть, несмотря на то, какой титанический труд за этим стоит, то есть, всегда хочется атмосферы праздника. Но, к сожалению, домой возвращалась я не с наилучшими эмоциями. То есть, было стыдно почему-то такое ощущение, что я не сделала что-то не для себя, а для людей, которые в то время стояли дома, вставали очень рано утром, смотрели заезды, поддерживали, переживали. Но я надеюсь, что подарила хоть какие-то положительные эмоции и сделала очень много выводов для себя. Особый трепет от сопричастности к происходящему сегодня испытал, наверное, каждый гость в зале. Несколько недель назад в Токио летела команда профессионалов своего дела, мировых чемпионов. Домой, на Мозырщину, вернулась команда героев. Самое главное нашим кропотливым ежедневным трудам – это возвращаться домой и чувствовать, что наши победы нужны не только нам, нужны всему нашему народу. Я от имени спортсменов, от имени тренеров хочу поблагодарить Мазырян. И в лице Мазырян весь наш белорусский народ дружит. Благодаря вам мы занимаемся в великолепных условиях. И плохо выступать просто не имеем права. Поэтому я вам обещаю, что одна ступенька у нас осталась еще не покоренная, это олимпийские игры. Мы сделаем все, чтобы ее завоевать. Цветы, почетные грамоты, подарки были и сегодня. Отдельно отметили первых тренеров прославленных спортсменов. Тех, кто когда-то в угловатых мальчишках и девчонках из самых разных уголков Полесия рассмотрел будущих олимпийцев. И все же главный подарок своему городу, своей стране сделали сами спортсмены. В очередной раз подтвердив, в Мазырской земле есть что-то загадочное и неповторимое. То, что позволяет растить героев-чемпионов. Екатерина Юрченко, Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал Мазырь.